Идем на выставку скандинавского дизайна. Я уже на выставке скандинавского дизайна. Наконец-то! Раз в год происходит это так мега круто. Ты наполняешься всегда, вот знаете, мечтой про какое-то классное будущее, про удобство, про красоту. Сейчас пойдем по всем залам, два зала в этом году, по-моему. Покажу вам все детали, покажу молодых дизайнеров, расскажу, покажу. В общем, пойдем со мной прям вот на мое плечо садитесь. Что-то у меня свет странный. Вот так лучше. Вообще, здесь лохмата какая-то, но это модно лохмата. Короче, ребят, я еще пойду в три шоурума. Сегодня и один, наверное, завтра. Все в одно видео точно не войдет, поэтому классно будет у вас будет два или даже, может, три видео про скандинавский дизайн. Пошли! Для новеньких я, Ира, вожу экскурсии по Стокгольму и рассказываю про Швецию, Стокгольм и предпринимательство. Если вам нравится мой канал, то подпишитесь, потому что это очень помогает продолжать вести канал и продвигаться. А в Инстаграме меня еще больше. Там тоже подпишитесь. Как всегда, обзор выставки начинаю с главного зала. Ну, то есть, как фойе такое. И здесь всегда есть интересная выставка. Вот в этот раз итальянские дизайнеры форма фонтанза сделали такую читательную комнату. И они сказали, что у них акцент не на их каких-то решениях дизайнерских. Знаете, иногда здесь выставки такие про мебель этих дизайнеров. Смотря какое бюро получает это право, да, здесь какие-то интерьеры можно создать, акценты на какие-то эко-решения. Они же решили сделать как мини-читательный зал в библиотеке. Книжки не унести, они залочены. Но они сказали, что у нас здесь акцент на атмосфере встречи, чтения, улучшения наших жилищных условий. Ну, то есть, это как будто такое место встречи, где можно встретиться, обсудить будущее планеты, будущее дизайна, будущее материалов экологических и так далее. Но все-таки они немножечко, конечно же, лукавили. Посмотрите на эти лампы. Это гениально. Такие подвешенные штуки. Очень красиво. Эти столы можно будет после выставки купить в Нудельской галерее. Это не Энко, это другой магазин с мебелью на Нибрегатон. Внимание, они будут подписаны дизайнерами. Эти бредки тоже и лампы тоже. А книги они передадут библиотеку. Еще интересный очень выбор книг про деревья, про животных, про природу. Вообще, акцент на этой выставке все с каждым годом более и более экологичный. Мне некоторые книги очень понравились. Обязательно пройду потом, переварю все, что я сегодня увидела. И сфотографирую несколько наименований, чтобы потом либо в библиотеке, либо купить. Мы зашли в один из залов. И смотрите, прямо на входе нас встречает студия Zero. Студия Zero, я ее показывала недавно в Национальном музее, помните? Они делали те самые зеленые лампы-паганки для Национального музея. Они в основном освещают общественное пространство, но можно и для дома что-то купить у них. Вот этот стенд я особенно хотела посмотреть. Это так называемые земные архитекторы или юденс архитектор. То есть группа архитекторов, которые в основном делают проекты, связанные с устойчивым развитием, с циркулярной экономикой, выращиванием своей еды и так далее. Здесь они акцент сделали на стенда со своими проектами. У них разные проекты есть. Дом престарелых, например, которые сами выращивают свою еду. И вот здесь они собрали предметы разных дизайнеров, чтобы показать эту их идею. Мне еще понравилось, что у них здесь как такая библиотека строительных материалов. Вот на полках материалы строительные разные. Вообще эта идея встраивания просто земли, камней и растений на несадовую выставку, да, вот просто так это все лежит на столе. Это реально как будто прорывает границы между природой и человеком, вот этой стерильностью человеческого интерьера. И заставляет, конечно, задуматься о том, что мы все-таки часть всего этого, и надо жить намного в большей гармонии, чем это мы делаем. Вот как они так создали, как будто прямо из леса это все вытащили, да. Кстати, я поговорила здесь на стенде с ними, это отель для лягушек. Здесь лягушки в природе бы жили. А вот это отель для летучих мышей. Ну, естественно, змеи каких-то там, насекомых. Здесь, например, какие-то камыши для птиц побольше. А вот тут скворечник и ветки для птиц поменьше. Ну и постоянные какие-то отсылки к их проектам. Они обустроивают пространство общественное и так далее, да. Вот у меня сразу спонтанная мысль, мы же привыкли как-то бояться змеи. Ну, не лягушек, лягушек не боишься, но как-то они неприятные. Птицы эти, как их летучие мыши. А тут наоборот, ты как будто дружишься с ними. И, возможно, когда-нибудь человек и правда будет не так сильно отделяться от природы, а будет ближе к ним. Кстати, на выставку они перевезли свой офис. Здесь реальный офис реальных архитекторов. С ними можно пообщаться. Вот это я никогда такого не видела. Так, мы перенеслись на другой стенд. Как вам лампа? В виде парика. Ну, это лампа. Вот этот стенд с экспериментальной мебелью такой. Называется Эльфхоя Горд или усадьба Эльфхоя. Если вы помните, в прошлом году я была на этой выставке, мы заходили в ту усадьбу, и там был шоу-рум экспериментальной как раз мебели. Посмотрите, из трубочек мягких диванчик. Так, как макарошки такие. Сейчас сядем на него. Оп, так. Нормально, держит, даже удобно. Так вот, в этом году там нету выставки в усадьбе, она здесь в результате. Вот это вот экспериментальная мебель. Вот это красиво, но подозреваю, что неудобно. Для попы больше девятилетнего ребенка. Маленькие очень. А вот это, конечно, круто. Это предмет мебели, а. Смотрите. Как и каждый год, конечно, есть шоу-рум Стринга. Стринг – это шведская фирма, которая в основном известна своими вот такими модульными полками, которые можно достраивать, достраивать, достраивать. Разных цветов, что угодно. Но они не только полки делают. У нас, кстати, похожая была на кухне в Москве. Подозреваю, это был неоригинальный Стринг. Празднично, как в этот раз. Очень мне понравились вот эти стулья. Они очень удобные. Причем разные модели и все удобные. Это бренда HEM. Мне еще нравится, что на всех этих мебелях можно сидеть. Реальный форум, реальная платформа для встреч. Какие-то контракты заключают. О, большой клубничный донат. Давайте кофеечку у них выпьем здесь. Кажется, наливают. Тут такое название явно афинское, возможно, эстонское. А нет, финское. Ну, видите, двойные, гласные – это всегда афинское. Такой стол, как сруб деревенский. Грубое, но очень классное. Мне такое нравится. И все садятся, пробуют. Удобно. Понравилось, понравилось. Кивнула. Пошли дальше, посмотрим. Как я люблю такие стулья. Еще цвет свой можно выбрать. Это бренд HANS K. Красиво. Вот такой я очень люблю. Только цвета побольше. Вот тут стенд корейской дизайнерки. Или ее бренда. Я заметила, что и в отделе молодых дизайнеров, куда мы скоро с вами пойдем, там тоже много из Азии или с азиатскими корнями. Вот интересно. Но вообще всегда Скандинавия и Корея, Япония, у них много общего. Потому что оба любят минимализм. Конечно, не всегда Корея любит минимализм. Но все-таки вы понимаете, о чем я, да? Простые формы. Не очень кричащие цвета. То есть они не будут, как итальянцы, делать что-то такое, знаете, кремово-красивое. Вообще, про итальянцев это, конечно, стереотип. Но вот такие синие диваны запросто могут быть итальянскими. Но если в общем мы возьмем, да? Какая мебель в Италии? Есть очень много крутых, минималистичных. Крутых, не минималистичных. Но все-таки вот Корея, Япония и Швеция, да? Они идут более минималистичные в среднем. Так, что-то пахнет вкусненьким. Еще здесь два официальных бара. И конкретно здесь еще и лекционный зал с экраном. И это место оформляли Фари и Бланш. Фирма шведская, дизайнерское бюро. Я где-то даже читала, почему они желтый выбрали. Потому что цвет, к которому всегда тянется наш взгляд среди всех остальных цветов. И он очень сильно поднимает настроение. Я, кстати, была у них в шоу-руме на Сёдер-Мальме. Давно, когда-то уже не помню. Надо посмотреть в этом году, есть у них там что-то или нет. Занесло меня в стенд кухонной мебели. Так нравятся вот эти. Уже подобранные по дизайну. И кран, и поверхность, и шкафчики темные. Или вот такой золотой кран. Светлый мрамор на рабочей поверхности и так далее. Красиво. Что уже подобрано, и думать сильно не надо. Не все же могут сами думать. К разной поверхности. Прикольно, что во многих местах просто угощают кофе. И ванны у них тоже есть. Вот эти шары мне понравились. Я так понимаю, что вот сюда можно просто сесть. У тебя столики есть. А, они двигаются, я поняла. Вот так можно выдвинуть, вот так. Туда садиться, если хочешь. Прикол, круто. Для общественных пространств, да, наверное, в основном. Вот так это выглядит. Спасибо, мальчики. И вот. Говорит, удобно. И спине, говорит, очень приятно на эти шарики облокачиваться. Здесь балтийская фирма. Нарбутас. И женщину на ресепшене Лайма зовут. Поэтому я догадываюсь, что, наверное, они из Латвии. Хотя не факт. Но они сейчас все заняты. Не хочу им мешать. Обычно я болтаю с людьми на стенде. Здесь у них офисная мебель. И очень, кстати, суперская. Вот эти, да. Закрывающие от шума кресла. В школах в Швеции во многих я видела. Диваны на двух, на трех людей. Вот если отойти в сторонку и с учителем поговорить, пока шум гам, да. Очень спасает. Очень крутая идея. Ну, как бы не новая, да. Уже лет 10 такие есть. Но, во-первых, мне здесь просто дизайн нравится. А, во-вторых, в школах их не так давно ввели. Меня накормили бутербродом. Прекрасно, потому что завтрак я поесть не успела. И смотрите, какие розетки. Они не плоские. Потому что тогда, если ты вот здесь сидишь, тебе нужно немножко привстать, чтобы туда воткнуть. Потому что надо увидеть, куда втыкать. А тут они на тебя немножко развернуты. Это, конечно, мега круто. Ну, и вот эти звукопоглощающие панели. Кстати, камера вообще не передает цвет. Он такой темно-персиковый. Вот сейчас передает. Звукопоглощающая крутая панель. Представляете, вся стена. Очень комфортно здесь. Зал шумный. А приходишь сюда, и ты как в маленьком оазисе тишины. Я даже посижу, немножко поработаю сейчас. Они из Литвы. Ну, как я могла ошибиться? Ну, капец. Ну, вот видите, стереотипы, блин. Литва родная, Вильнюс любимый. Ну, вот прям, не знаю, обрадовалась. Конфеты Вильнюса увидела. Очень понравился вот этот стенд из пробки. У них все из пробки. Даже пробки из пробки. Это легкие очень. Звукопоглощающие. Вот на полу тоже пробка. Даже та, что под мрамор, но она пробка. Вау. Вот, пожалуйста, пол такой, 4 миллиметра. А вот этот, что мраморный, который? Но он не мраморный, это тоже из пробки. Он мне показывает разные варианты отделки стен для офисных помещений, где в пробку можно еще и шерсть вплести. И будет и тепло, и звукопоглощающий. Вау. Вот такие стенды меня прям особенно поражают. Инновативные. Это кора пробкового дерева. Вот я не знала, сегодня узнала, что пробковое дерево, оно 200-250 лет растет. И чтобы получить вот этот материал, его не нужно спиливать. Ты только кору берешь. И первые две коры, потому что новая это вырастает, они слишком, знаете, такие, они неплотные. Поэтому их используют как раз, их мелят, делают вот такие материалы. А третья кора, из нее уже пробки для вина делают, потому что они уже прямо плотненькие и воздух не пропускают вообще. Причем пыль, которая выделяется, когда мелят пробку, ее тоже собирают. И она идет на обогрев этих фабрик. Ну, вообще круто. Он еще рассказал, что они сотрудничают с сетями отелей, по крайней мере, с одной сетью отелей в Европе. Когда они наливают вино своим гостям, они сохраняют пробки. И раз в год, тысячи пробок, они отправляют этой фирме, чтобы те сделали им для пола в этом же отеле, чтобы, когда они будут реставрировать там пол в отеле, они будут использовать пробки из своего же ресторана. Классная идея. И вот это все еще не основной зал. Идем в самый главный зал с вами. А еще тут можно купить книги. Вот я не помнила это в прошлом году. Это очень круто. Я обязательно под конец сюда зайду, чтобы не ходить с этими книгами. О, про Сигурда Леверенца книга. И церковь Святого Марка. Жалко только такие книги, они в основном фотографии. Ну, там, пара статей, а остальное фотографии. Это здорово, но, ну, такой, знаете, настольная тема. А я бы хотела, чтобы баланс как-то побольше в сторону текста, чтобы новая информация была, а не просто наслаждаться видами. Смотрите, какая книга. Датча. Федор Савинцев и Анна Бен написали. О, слушайте, как красиво-то. Очень эстетичная книжка. Класс, класс. Господи, какой фонд, да, жилищный, красивый. Жалко, что не все ухоженные, но те, что ухоженные. Мне кажется, сейчас все больше и больше вот в странах, скажем, постсоветского пространства, где у нас после всех революций, после всех перестроек, как-то какое-то время было не очень принято, знаете, любить какие-то старые дома и восстанавливать их. Сейчас прямо повально все. Ну, как опять, наверное, все-таки не все и не повально, но вижу в Инстаграме очень много людей, которые покупают старые заброшки, восстанавливают, делают такие конфетки. Вот скажите мне, вы видите, вот это вам тоже это фонит, что намного больше ценностей сейчас в старом. Даже сервант советский, еще в моем детстве, в 90-е, это было, ну, уродски, ну, пусть стоит, да. А сейчас советский сервант, это уже уберешь там лак, что-нибудь перекрасишь, уже винтаж. И это я не думаю, потому что он старая, потому что люди немножко поменяют, меняется сознание, и молодежь сейчас, мне кажется, очень крутая, вообще поколение какое-то растет, вот, которое моложе меня, 20-30 лет, они совсем по-другому смотрят на мир и намного больше любят и чтят то, что вот было. Не про политику сейчас, а про дизайн, например, тот же, да. Ну что, зашли в зал С, который сейчас главный, и здесь, конечно, основная красота. Если вам было красиво до сих пор, то сейчас будет еще красивее. Посмотрите, какое пространство сделали. Давайте я немножко под музыку с вами прогуляюсь, чтобы просто вы обращали внимание на красоту, писали мне внизу, что понравилось вам, и когда я вижу что-то, что я захочу как-то прокомментировать, я к вам вернусь. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 работают, и как такая огромная люстра. А когда вечером закрываешь эти стулья все, то получается у тебя круглый экран, на него можно проектировать что-нибудь. Не все дизайны понимаешь сразу, некоторые так никогда не понимаешь, но не перестаешь восхищаться формой, мастерством и, главное, идеей. Тут шведская школа текстиля и работа студентов. Смотрите, какая мебель очень простая. Вот это, это проигрыватель. Ну, то есть он не настоящий проигрыватель, это колонка, скульптура старого проигрывателя, но она, конечно, не крутится ничего, а выглядит как будто проигрыватель. И оттуда музыка такая доносится. Как вам такие столики? Впечатляет. Вот это прям вот впечатляет, если честно, очень красиво. В стекло запаяны деревянные столы. Смотрите, какие детали из керамики и дерева. Вот это из керамики. Это уже из дерева. Крючки из керамики. Стул, шведская стенка. Тут, как я уже сказала, стенды университетов есть. Очень много не просто дизайна, а исследований показывается про материалы. Вон там они забыли петрушечку полить. То есть материалы, какие-то инновации. Этого много здесь. Смотрите, какой крутой подсвечник. Отсылки к старым шведским подсвечникам. И цвета те же. Примерно. Такой красный, ржавый, коричневый, зеленый. Еще можно добавить, но это смотря уже, из какого региона в Швеции. Только это все современная штука. А выглядит реально, как будто старина. Точнее, заигрывается стариной. Понятно, что это новое. А университет Линнеа, он, по-моему, в Эребру и в Кальмаре, я не помню, в двух городах в Швеции, он сделал вот такую инсталляцию для привлечения внимания к неответственной лесоиндустрии. То, что вот у нас все здесь связано, да, все в мире связано нитями, и что нам надо перестать смотреть на природу как источник материалов, а надо сосуществовать и так далее. И нет, они не говорят, что не надо вырубать деревья. Вот это мне очень нравится вообще в шведской политике такой экологичной, что речь идет о том, что нам нужно встретиться, договориться и придумать новые способы выращивания древесины, потому что древесина нужна. Мы не можем без древесины, да, то есть древесина – это очень важный ресурс. Но нужно делать так, чтобы старые леса не вырубались, потому что в Швеции, хоть это и возобновляемый ресурс, если вырубается какой-то старый лес, на его место монокультура сажается, например, там, не знаю, сосновый лес, и вот растут эти сосны. Это нехорошо для природы. Я набрела на Лундский университет, это моя алмаматор в Швеции. И здесь архитекторы Лунда, они сделали, ну, помимо всего другого, они сделали вот такой стул, гамак, и он из тончайшего материала, такая ткань, знаете, просто. И я стою, и не знаю, как их спросить, а на него сесть-то можно? Ну, не мне как бы, да? Я не буду тут им ничего ломать, но, в принципе, это искусство, это концепт или это мебель? И они так обрадовались моему вопросу, потому что для них это именно вот это самое главное, чтобы люди подходили и думали, это искусство или это мебель? На самом деле она держит взрослого человека, то есть абсолютно выдерживает до 100 килограмм и больше, но это в первую очередь искусство, которое можно использовать. Так, теперь я пришла на стенд, который меня просто поразил. Это типа ПТУ, то есть это высшее учебное заведение, но только не университет. Харгекюстен, это к северу от Стокгольма, сколько, 3-4 часа ехать, даже больше. И у них несколько есть ветвей обучения. Вот здесь, например, старые кресла, которые полностью отреставрированы, новые такие секретеры. Посмотрите, это как будто старая мебель, да, с отсылками к великим мастерам. Какой-нибудь шведский Карл Маленстен он бы порадовался этой мебели. Сент-Арзи, посмотрите, господи, какая красота. Отреставрированный диван, кресло, Вилля Моррис. И старинные стулья, которые тоже отреставрированы, и двери. Здесь университет Йоншопинга. Посмотрите, какая красота. Это вообще же нереально просто. Нереально. А как вам лампа в виде скульптуры? Мужчины с пеной на бороде и станок бритвенный. Это лампа. Вот это, кстати, напоминает мне Дэвида Боуи. Не правда ли? Конечно, стенд Констфак. Констфак – это очень известный, ну, высшее учебное заведение для искусства, рукоделия, ремесла. По-моему, он назывался рукодельная школа раньше. Но сейчас Констфак здесь, по-моему, даже архитекторов растят. Называется Констфак, потому что Конст – это искусство, фак – факультет. То есть факультет искусства. Обязательно обратите внимание на его рождественскую ярмарку, на Констфаке. И в конце учебного года выставка студентов. Она просто обычно взрывает мозг. Посмотрите, как это красиво. Это же карта Стокольма. Капец. Ага, тут целая философия, что на карте более темном выделены места, которые проходят джентрификацию, когда креативная молодежь должна оставлять свои места насиженные, где будут строиться квартиры. И даже внешняя вот эта вот как чешуя, да, как внешняя кожура этого шкафа, она из одного из старых таких вот креативных кварталов. Так, ну, идем дальше. Что у нас тут есть дальше? Смотрите, раскладной стольчик. Прямо вспоминаю детство. Ребят, стол расставили, говорила мама. Ир, помоги папе стол расставить. Скоро гости придут. Понравился мне этот стенд кегай. Здесь три дизайнера вместе, да, кто-то делает мебель, кто-то делает из дерева, кто-то восстанавливает, например, какие-то старые предметы мебели. Какая картина. Один из моих самых любимых цветов. Вот такой, знаете, с капелькой синего, но глубокий зеленый. Не хвойный, а что-то вот другое в нем. В голубой он уходит. Люблю это. Вот этого дятеньки в очках. Сильный израильский акцент на английском. Вот так. Сразу родных людей видишь издалека. Вот знаете, когда, допустим, славяне говорят на английском, там не всегда понятно это кто. Там из России или, ну, из Румынии даже, даже не славяне. Ну, вы понимаете, да, там очень похожие акценты. Я не всегда могу отличить. Особенно эти хорошо говорят. А израильцам всегда можно отличить. Если, конечно, у них не родной английский. Знаете что, выставка в два раза меньше, чем обычно, чем до короны. Помните, после короны первая выставка была? Я вам про нее снимала и сказала, что ощутимо меньше. Сейчас, ребят, еще меньше. Или нет? Ну, ну, не знаю. Но до короны было в два раза больше, реально. Было три зала. Сейчас, ну, полтора зала, да, так и есть. Но все равно, то, что есть, конечно, очень круто. Еще хочу сказать, что намного больше сейчас развелась тема шоурумов по городу. То есть, неделя дизайна это весь город, как бы, да, в шоурумах. И многие крупнички, вот крупные, известные бренды, у которых свой прекрасный шоурум в городе, они не идут сюда. Потому что они знают, что люди уже к ним придут. Вот, может, поэтому еще. Ох, какой яркий стенду Lamphultz. Это очень известный шведский бренд, старый, с именем. Здесь у них акцент на мебели, ну, для общественных пространств. У них есть все. Пойду кофе у них выпью. Это очень утомляет. Ходить, смотреть на прекрасное. Ну, реально, голова начинает, как-то, если по музею. Как хорошо, что везде можно просто присесть, отдохнуть. Никто в жизни, ниоткуда выгонять, не будет. Иногда такие есть места, которые как будто бы для своих. Нет, это для всех. Иногда еда не для всех. А знаете, очевидно, для тех, кто приходит обсуждать контракты. Иногда, ну, просто так кофе стоит в большом стенде. Это для всех. Так, я в Blos Tashun. Это известный шведский бренд. Мне очень понравились вот эти мягкие кресла, которые выглядят как будто из гранита. Я думаю, я пройду через их шоу-рум сегодня еще, потому что он не по пути в городе будет. Поэтому здесь я их быстро прохожу. Смотрите, какие классные столы. Они могут выдвигаться и из журнальных превращаться в барные. Класс, класс. А, так, Яшнес все-таки здесь. Я, конечно, ошиблась, когда сказала, что крупнички не здесь. Здесь они, конечно. Яшнес, это фирма. Я это и на экскурсиях рассказываю. Мы часто заходим в их шоу-рум. Он открыт круглый год на Шепсхольмине прямо рядом с Центром архитектуры и дизайна. И я рассказываю, что многие посольства Швеции в мире оформлены этим брендом. Не только этим, но это почти везде во всех посольствах присутствует. Вообще, зря я кофе выпила, потому что сейчас сюда подошла Саша, которая моя и техподдержка, и ассистент на всех больших запусках курсов. Где я она? Пойду ее заведу. И мы с ней пообедаем, поговорим про новый курс, который сейчас будет в конце февраля. Открытие продаж будет. Вот, кстати, лампы, которые мне очень понравились. Бренд облюр. Я не помню, я вам сняла их в баре в одном. Наверное, нет, но очень мне понравились. Очень прикольно. Ребята, вот еще наш знакомый, объект. Помните, в Национальном музее я показывала в фойе такие скамейки, сказала, что они современный шведский дизайн и экспонаты музея. Вот, вот, пожалуйста, они здесь же на выставке. Вау, как круто. Мне еще вот этот очень понравился шкаф. Там ящики, там не дверцы. Но я не уверена, можно ли здесь трогать. По идее, я думаю, можно. Иначе было бы написано, что не трогать, как мы уже с вами видели на других стендах. Смотрите, как круто, как янтарные лампы такие. Ну, дешевятся очень сильно. Если бы сделали им интерьер красивый, здесь на выставке было бы круто. И это лампы из Скансона. Кто бы мог подумать? Ведь вы, наверное, знаете, что в Скансоне, это музей под открытым небом, в Стокгольме, у них есть своя стеклодувная мастерская. Вот оттуда все ли лампы? Сейчас спрошу. Короче, ребят, поговорила с парнем, который стоит вот в Скансоновском стенде. Очень прикольно поговорили. У него жена из Восточной Эстонии говорит по-русски, потому что он услышал, что я по-русски рассказываю. И поговорили немножко. Они вручную делают все эти лампы. Причем самое интересное, что я этого не знала, потому что они только год с чем-то занимаются лампами, в том числе в Скансоне, стеклодувная мастерская. И цены, ну, слушайте, даже не смешно, очень низкие цены. Вот эта лампа, например, 1800 стоит. Крон, это где-то, ну, 160-170 евро. Это мало, ребят. Это вручную выдуто. Это очень красиво. Так что будете в Скансоне, обратить внимание на их лампы. Но одновременно я жалею, конечно, что они могли бы здесь эти лампы так красиво представить, так сочно, так секси. А, к сожалению, вот они просто стоят немножко теряются. Только я своим зорким взглядом вот этим вот увидела их красоту. Ладно, конечно, не только я, но вот ты видишь, как другие выставляют свои продукты, знаете, прям вот возбуждают к тому, чтобы подойти, посмотреть, потрогать. Эти ребята стоят так, ну, у всех свой концепт, у всех свой бюджет, но лампы охренительные, недорогие. Да еще и жена по-русски говорит, да? Пришли на стенды, тут стоит мужчина. Фирма из Косово, Эльнор. Мне очень дяденька понравился. Такой пластик, как во всей Европе. Конечно, в шведских домах такое не смотрится часто, в старых домах. Мы сейчас себе купили окна. Вчера подписали контракт как раз. Очень долго выбирали между деревом и пластиком. Слава богу, есть нечто среднее. пластик, который похож на дерево. Понятно, что профессионал видит, что это пластик, но не портит вообще ни разу. То есть, это не такой нетопорный пластик, который вот в Европе везде популярен. В Европе он нетопорно смотрится, потому что так все делают. А Швеция – это страна деревянных домов. Это прямо вот Треюсландат. Ее так и называют. И поэтому большинство окон в домах, которые старше, ну, не знаю, старше 30-х годов, а и в новых тоже, если они деревянные, делают деревянные окна. Но деревянные окна каждые 5 лет надо перекрашивать. Ну, вот новые стоят 10-15 лет, а потом каждые 5 лет надо перекрашивать. И, ну, они пропускают, как бы, воду, все это. Поэтому красота красотой, аутентичность аутентичностью, но практичность должна быть определенной. Вот сейчас есть окна, которые покрыты алюминием снаружи. Ну, это нормально выглядит. Выглядит как деревянное, но защищены от внешнего воздействия погоды. Но мы смотрим, то есть мы еще до конца не решили, какую модель берем окон. Но есть прикольные PVC окна, пластиковые, из, как это, переработанного пластика, которые вообще ничего не пропускают. 30 лет у них гарантия, 30 лет, блин, гарантия окон. Но они, по идее, держатся все 60. И, по идее, должны выглядеть похожие на дерево. Посмотрим. Фотки, которые вот мы заказали окон, ну, мы еще можем передумать, мы еще ходим, думаем. Они выглядят как будто деревянные. По крайней мере, там, с расстояния метр-два и так далее. Посмотрим. У нас просто в доме часть окон, 6 окон старые. Надо их поменять. Они не на тех же фасадах, что и новые окна. То есть, ты никогда не будешь смотреть и одновременно видеть старые и новые окна. То есть, не будет, знаете, такого контраста. О, вон там старая, а вот тут новая. Не будет. Они на своих фасадах. Я буду заканчивать. Как вы знаете, это видео не последнее. Я пойду еще в шоу-рум и сделаю вам видео. Но мне хочется знать, что вам сегодня понравилось. Может, какие-то моменты прям вау. А еще знаете что? Я в результате вернулась на один из стендов и даже почти могла бы прямо на месте купить кое-что очень дорогое, если бы оно продавалось. Может, можете угадать, что это было? Это было в видео. Но, к сожалению, оно не продавалось. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!